Вот результат их проживания, непроживания. Вот во что превратились эти квартиры. Ни окон, ни дверей, а из людей одна Лидия Тимофеевна на весь восьмиквартирный дом. Жить в одиночестве не столько страшно, сколько холодно. Зимой тяжело прогреть квартиру, когда соседние пустуют. Вот здесь прописаны, да. Здесь вот прописаны, здесь. И здесь Гаусс прописан. А где? Здесь, ну, какой-нибудь райка прописана была. А где они? Да кто где? Заселяли бы людей. Это люди жили. Заброшенных построек здесь много. Один из таких домов Наталья Степановна уже год пыталась приобрести для сына. После окончания аграрного университета он вернулся в деревню и готов работать в родном хозяйстве. Женился, теперь задумался о собственном жилье. В чем тут логика? Ну, проще, так скажем, есть возможность его восстановить. Ну, вот, поэтому, собственно, ну, у себя в деревне, как бы, хочется остаться здесь. Здесь сестра напротив, мать. Просчитано было, то есть посмотрели, что это вполне реально. Есть пример, вот сестра покупила точно такой дом напротив. В доме, который приглянулся молодой семье, 10 лет как никто не живет. Но, как выяснилось, бывшие квартиранты до сих пор там прописаны. Поэтому отдать недвижимость нуждающимся непросто, пока дом формально заселен. Процедура не из легких, но за эти 10 лет чиновники так и не нашли выхода из ситуации. У меня только за последний год, ну, я не знаю, ответов 10, в котором написано, или вы не имеете права приватизировать, хотя я нигде не писала, что дайте мне приватизировать. Я просила, разрешите приобрести в собственность. Или мы ищем прежних квартиросъемщиков, целый год они ищут. Или они уже полгода передают в ЖКХ. За последние годы из-за укрупнения хозяйств дома передавались, как эстафетная палочка. Но по-настоящему ни один из собственников так и не стал хозяином. Жилье разрушалось. В итоге тяжелое наследство агрогородка Ленина досталось коммунальщикам. Теперь уже им предстоит разыскать жильцов, прописанных в этих квартирах, заставить их навести порядок, рассчитаться с долгами, в противном случае выселение. Процедура займет не меньше года. Три раза в год составить протокол. И четвертый протокол контрольный для того, чтобы подать исковое заявление в суд. Сельские власти вроде бы и не бездействовали. Правда, ограничивались лишь штрафами и предупреждениями. Функции наши мы даем предписания. Мы работаем с гражданами и соседями, если кто-то объявляется. И участковый заходил. Но проблема здесь сложилась такая тяжелая. Мы работаем над ним. Это наши функции. Но вопрос в том, что этого человека надо найти, чтобы выписать ему штраф. Так вам же телефон его давали и адрес. Так мы их и штрафовали. И он и сейчас и штрафован, этот человек. Оплатил штраф? А вот этого я не знаю. Выселить нерадивых жильцов полдела. Чтобы сдать в аренду, полуразрушенные дома нужно еще довести до ума. Правда, деньги на ремонт таких сооружений выделяются из специального фонда. Он только создается. Поэтому алгоритм финансирования еще не отработан. Не определен порядок. Либо будет выделяться от количества денег, поступивших на этот счет, допустим, конкретно Бобруйского района. Либо от количества имеющихся жилых помещений. Порядок еще этот не установлен. Это должно быть совсем другой источник финансирования. И это не говорит о том, что сегодня область полкома выделит на все необходимые ремонтные деньги. Какой-то выход же должен быть. Коммунальщики предлагают потенциальным жильцам отремонтировать дома в счет аренды. В таком случае все расходы эксперты рекомендуют прописать в договоре. Подобных домов по стране много, но точного их количества и числа формально прописанных в них людей никто не знает. Нет единой базы. Хотя бы для начала их надо упорядочить. Предложить в открытых источниках, на сайтах, на информационных каких-то стендах всем желающим такую возможность. То есть возможность снять у государства в долгосрочную аренду объекты при условии, что эти объекты будущие арендаторы отремонтируют. Как выступил как раз президент на собрании, о том, что дать людям землю не только исходя из того, что она будет где-то предложена как новые участки, но и перераспределить уже имеющиеся. А пока местные чиновники следуют инструкциям, чтобы поскорее вернуть домам статус жилых и передать в пользование нуждающимся. Жители агрогородка Ленина за несколько месяцев сами нашли соседей по прописке. Может быть это поможет местным службам сдвинуть дело с мертвой точки. Елена Кукшинская, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилевская область.